а вот этот парк трептов парк называется куда я вам говорила что оставайтесь я вам покажу вечная слава героям павшин бояк за свободу и независимость социалистической родины 45 год написано надпись на немецком и на русском вот это от рептов парк его построили сорок девятом году в мае месяце он очень большой и за этим парком ребята ежедневно убирается и стригут газоны немцы выделяют несколько миллионов несколько миллионов евро я вам сейчас покажу этот памятник полностью вот мы только зашли это вот такой вход здесь стендик несмотря когда наши скажем это это эта трагедия нашего народа что мы не чтим память немцы помнят герой героев освободителей действительно которые освободили от фашизма всю европу и вот они убирают и несколько миллионов евро тратят на подстрижку этих пустов на уборку сейчас вы со мной все увидите и в то время как у нас многие памятники уже сносятся они убираются парки не не приводят надлежащее состояние немцы выделяет очень большие деньги реконструирует и когда их спрашиваешь они очень трепетно относятся потому что они очень также сами пострадали от от гитлера скажем от нацистской партии социальной как она себя называла социалы как бы вроде бы для людей пытались строить но все пришло к тому что сплошной нацизм и вот к чему он привел и вот сам как бы вход мы идем дальше этот памятник был еще раз повторюсь заложен в мае 49 года значит здесь похоронены скажем так тела убиенных советских солдат которые значит где-то около 7 тысяч останков перезахоранивали здесь ну то есть тех кто нашли их кого познали это где-то человек 200 или 138 я читала вот смотрите оттуда есть потом ход отсюда вот тоже центральный и вот первый памятник который мы встречаем это мать плачущая мать скорбящие это вот такой монумент дальше вот самый основной памятник которому мы сейчас пойдем памятник нашему солдату который спас немецкую девочку прототипом стало несколько тысяч наших земляков наших дедов которые спасали которые действительно положили свою жизнь многие придя в берлин вы сами знаете берлине была самая ожесточенная битва за взятие берлина потом водорожение знамени на рейхстах это кто помнит историю и очень много погибло как немцев так и наших людей наших земляков чих-то дедов все знаете что со всех союзных республик люди воевали за свою родину не делили мы вы красные белые черные все все поднялись и все были родными были наши и были чужие вот за наших ежедневно также полиция здесь делает рейды и если появляются какие-то надписи сразу же вытирают сразу замывают травка травка здесь и газончики все подстриженные все аккуратненько и вот сегодня сюда своего ребенка привела специально чтобы она посмотрела потому что для меня это история я помню как мы в школе учили стихотворение я всегда думала от бы попасть а еще есть и болгарии тоже стоит тоже памятник алёше может быть когда-нибудь и туда попаду ну все посмотрим тоже болгарии русский солдат поэтому такая красота я считаю что к этому памятнику должны очень много людей приехать кто в берлине я вас просто как бы прошу прийти посмотрите вы получите вот я сейчас просто плачу читайте что здесь написано родина не забудет своих героев дай бог вы как и было просто когда у нас сейчас это повторилось это очень страшно жалко что здесь нет я пока не вижу здесь имен кто погибли тут похоронено более 7000 останков тел ну из них только несколько говорят сотен идентифицировали остальные остальных просто не знают кто что кто погиб знает что погибли имена их имена этих героев к сожалению нет поэтому вечная память и вечная слава героем ушедшим за нашу жизнь подаренную нам ближе видите якорь еще лежат живые цветы сплакалась вот тоже еще почитайте но сталин тоже уничтожал свой народ в отличие от тех же немцев и говорили что они защищают если б не если б не простые люди которые стали на защиту своей родины то чтобы не было этой победы эта победа только для простых людей не для генералов часто генерал кто-то по-отечески относился из генералов своим солдатам а кто-то отправлял их на бойню кого-то уже знаете сколько было штрафбатов непонятно за что людей ссылали в эти штрафбаты где можно сказать это были смертники которых кидали первыми в бой кавказ крым молдавии при палтике стали тебе очень много приписал побед все многие кто умные люди которые читают и читали историю знают и может кто-то еще остался те живые свидетели помнят то что действительно все знали что будет война люди были неподготовлены очень много было сослано в концлагеря известных очень знаменитых генералов которые там погибли и война бы действительно была раньше выиграна но все было на уничтожение то и сейчас я хочу не хочу много говорить об этом нельзя сильно много распространяться но все вы знаете что сейчас тоже уничтожается очень много людей господи прости им прости им господи бы не ведают что творится сейчас тоже очень печально все печально все повторяется почему-то не могу понять почему очень много таких лозунгов но самое страшное что эти люди действительно положили жизнь многие из-за того что из-за нерасторопности генералов многие просто были патриотами они действительно положили свою жизнь таких таком страшном бою сейчас опять гибнут их внуки гибнут их дети то остался есть вот пенсионеры вот как я вы еще 70 лет остались без домов сироты моей мамы тоже отец воевал дед и теперь она осталась 70 лет как сирота и говорит рита не хочу никаких помощи от меня там от детей говорит мне должно государство пусть у то которая уничтожила все теперь пусть дают мне вот вот до чего мы дожили я сегодня шла сюда много тела километров чтобы дойти пеше шла посмотрела действительно мне хотелось сюда попасть это было одно из моих скажем так желание увидеть этот памятник немножко отсвечивает сейчас я постараюсь найти лучше ракурс к сожалению не могу передать всей красоты цвет этого памятника солдат держит маленькую девочку руках он держит меч сначала было оружие но потом исправили на меч такой вход такая лестничка мы сейчас туда поднимемся не знаю там закрыто посмотрим и вот такие монументы к сожалению там фамилии нет я не нашла может на той стороне но не знаю просто какие-то надписи написаны про сталин округом сталин знаете как будто не люди ни одной фамилии нет ни одного имени а только сталин 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 знаете как говорить спасибо товарищу сталину за наше счастливое детство до детства вспоминаю свою бабушку как она рассказывала никакого счастья папу расстреляли тридцать седьмом году и осталась она одна участница великой отечественной она работала на фабрике маленькой делать ну девушкой скажем так молоденькой подымала страну это было печально пережила оккупацию потом работала до сорок пятого года тоже на фабрике такое вот счастливое детство так ребята вот сегодня хотела сюда попасть и я здесь конечно все ухожено все красиво спасибо германии за то что она этот подвиг чтит сейчас очень много молодежи они не помнят за этот подвиг это печально посмотрите как есть а дорожечки все за никаких трещин все под реставрирован погода конечно дождливая льет но красота кругом все закрыто не знаю что там написано народ своей самотверженностью и борьбой спас цивилизацию европы от фашистских паромщиков в этом великая заслуга советского народа вот пожалуйста поднялись на высоту страшно что пережили наши люди и вообще люди вот мы наверху очень красиво и немцы сказали мы нам не жалко ухаживать за памятником обходим то я наверху на возвышенности к сожалению я не вижу здесь фамилии тех солдат которых идентифицировали может быть я это не нашла но не одном постаменте честно меня это немножко горчает почему не сочли нужно может быть что чтобы не скажем не упразднять подвиг всех солдат которые погибли это как общий монумент всем солдатам поэтому нет здесь имен ну вот так а на каждом из вот этих вот белых монументов постаментом написано только сталин 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 он там благодарит кто-то-то а я рада что сегодня на этом месте вместе с вами прогулялась прошлась но знаете какой то получил поплакала получила какое-то благословение может быть действительно услышат боженька он летит смотрите это знак летит лебедь видите лебедь летит и прям бьет бьет крыльями по воде вот сейчас он пролетел прямо над водой там река представляете это знак значит все скоро закончится а Продолжение следует... 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 Продолжение следует...